Компания Коралл представляет Дора Мацоне в роли Алисии, Генри Сотто в роли Фабиана, а также Дилия Вайкаран в роли Хуаниты, Мануэль Саласар в роли Виченцо, Умберто Гарсия в роли Хусто, Хони Фуэнтес в роли Лилианы, Рикардо Аламо в роли Мигеля Энрики, Диссидерия Ткаро в роли Алехандры, Юл Беркл в роли Густаво. Йолетти Кабреро в роли Глэдис, Гладушка Акоста в роли Бонбон, Хулио Сесаркастро в роли Эль Топо. Композитор Ромуло Галлегас. Операторы Доминго Фуэнтес и Рафаэль Марин. Продюсер Хосе Герардо Гильен. Режиссер Отто Родригес. Радольфо, я очень рада, что ты все-таки пришел. Сеньор директор, познакомьтесь, это профессор Арисменди. Очень приятно, рад вас видеть. Вы ведь тоже участник этого дела. Мне захотелось выслушать эту студентку. Не сомневайтесь, профессор, я расскажу всю правду. Хочешь, пойдем в университет? Ты встретишь там Мигель и Энрике. А скучно не будет? Я могу побыть одна. Я все равно туда иду. Нужно отдать фотографии. Мигель и Энрике? Нет, не ему. Он сам сделал эти снимки, дорогая. Но они очень важны для профессора. Подождешь? Я переоденусь. Да, конечно. Не изворачивайся. Алисия, ты жестоко оскорбила меня, разбила мою машину. А твой дружок сделал фотографии, порочащие профессор Арисменди. Раз так, мне нечего сказать. Алисия, профессор Алисия, пусть девушка выскажется. Спасибо, профессор. Вы очень добры. Пожалуй, я начну со снимков. Смотри, такси. Мы поедем на такси? А твоя машина? Моя машина? Для этого надо звонить шоферу. А нам некогда ждать. Поедем. Такси! Я... Я... В общем, не знаю, как объяснить, что произошло. Понимаете, дело в том, что профессор вдруг схватил меня, а мой друг стал снимать все на пленку. Конечно, мне не хотелось бы обидеть профессора, упаси бог. Но, по-моему, он был не в себе. Кто знает, может, у него были проблемы? Личные? Или в семье? Не знаю. Нет, Луизу Фернандо не застать ни дома, ни по-мобильному. Может, она в университете? Не хочется туда идти. Что с тобой, Алехандро? Ты сегодня мрачнее тучи. Да. Впервые мама не поцеловала меня на прощание. Дверь была закрыта, а она наверняка торопилась. Да, но мне все равно как-то не по себе. Она... Что-то подозревает? Нет, что ты. Тогда она вела бы себя иначе. Алехандро, что мне с тобой делать? Первое правило настоящего мастера и профессионала. Оставь все свои проблемы дома. Второе. Всем посетителям нужно оказывать теплый и радушный прием. Доктор Минеро. Спасибо. Прекрасный пример ты подаешь дочери. Гуляешь где-то всю ночь и потом заявляешь, будто работал. Кто в это поверит? У меня болит голова. Замолчи. Хотела бы я знать, когда в тебе наконец-то проснется совесть. Синьор, нельзя так жить. Нельзя. Смотри, как бы я тебя не уволил. Чёртова сплетница и всезнайка. Увольняй хоть сейчас. Я ничего не боюсь, потому что звонил синьор Хусто Минеро. Он напрасно ждал тебя в офисе всё утро. Хусто? Давненько я не был в этом милом кабинете. Мне вас не хватало. Ну что ты. Я знаю, что ты преуспела в бизнесе. И сейчас тебя уважают ничуть не меньше, чем Игнасио Риера. Всё равно без вас нелегко. Нет. Тебе было легко. Ты справилась. Сколько лет прошло. Знаешь что? Нет. Лучше ничего не говорить. Для меня ты всё та же очаровательная студентка. Такая усердная в учёбе. Способная. Влюблённая. Нет. Не продолжайте. Я уже смирилась с этой утратой. А твоя дочь? Пошли в университет. Не беспокойся. Я найду, где провести ночь. Не глупи. Не в этом дело. Нет, именно в этом. Если бы проводили конкурс на лучшую дочь в мире, ты бы в нём победила. А по-моему, я ужасно обидела маму, не сказав ей, что ты собираешься остаться на ночь у нас дома. Твоя дочь взрослая и может влюбиться. Да. В её возрасте ты уже была замужем. Да, в этом вы правы. Времена изменились. Прежних предрассудков больше не существует. Да, конечно. Я знаю, что теперь подростки смотрят на это более свободно. Но я не о том. А о чём? Раньше мы с Алекандрой всегда доверяли друг другу. Мы были с ней просто как две подруги, а теперь этого доверия больше нет. Всё изменилось. Не унывай. Поверь мне, всё образуется. Хуанита, скажи Луизе, что я не смогу с ней сегодня пообедать, как обещал. Приехал Хусто, и у меня много дел. Надеюсь, ты не забыл про встречу в университете. Какую встречу? В тот день было невероятно жарко. Я просто хотела ему помочь. Наверняка он думал о том же. По-вашему, это разумный ответ? Вполне. Синьор директор. Она снова поясничает. Думаю, вы понимаете, что с этим мириться невозможно. Простите, синьор директор, вам звонит ректор. Извините. Да. Я сейчас. Ты бессовестная девчонка. Настоящая дрянь. Даже не знаю, была ли я хорошей матерью, Алехандри. Мы с ней неплохо ладим. Но знаете, я все время чувствую, что не понимаю ее. Просто не знаю, что делать. Трудно признать, что дети выросли. Для меня, мои студенты всегда были как родные дети. Да. Скоро Алехандри будет 18. Иногда она, мне кажется, такой беззащитной, неприспособленной к будущей жизни. А разве к жизни когда-нибудь можно приспособиться? Где мой шофер? Эмилио поехал за твоей дочерью. А куда подевался Мигель Энрике? Сегодня у него есть весьма важное дело. Это мне за глупость. В конце концов, ты его совсем отвадишь. Он знает, за что страдает. Выйду с другой стороны. Не хочу видеть его страданий. Таких недотеп, как он, всегда приходится учить уму-разуму. Слава Богу, Хуанита, меня уже не переучишь. Да, но теперь твою дочь вышвырнут из университета, потому что ты ей не помог. Тебе помочь? Нет, не мешай мне заниматься любимым делом. Я окажу услугу тебе, а ты мне. М-да. И чего же ты хочешь? Позвони одному из своих всесильных друзей. Зачем? Ты говоришь, что знаешь весь здешний бомонд. Пусть они нам помогут. Да, знаю. Я лучший модельер в этом городе. И у меня хватает клиентов. Но ты не разбогател. Мне это неинтересно. Неужели мы родня, Веченцо? У тебя нет никаких амбиций. Каждому своя сестрянка. Да, да, конечно, тебя не изменить. Я это знала с самого детства. Но послушай, подумай, что ждет Родольфа. Разве тебе трудно позвонить влиятельному человеку, который связан с университетом, и который мог бы помочь Родольфу? Пусть у мальчика будет хорошая работа. Очень рада, что ты пришел. Я боялась, что тебе не понравится работа, и ты откажешься. Алисия, о личных делах поговорим позже. Да, ты прав. Но представь, если у тебя будет эта работа, мы наконец-то сможем жить вместе. Как жизнь, Топа? Где Луиза Фернандо? У директора на ковре. Надеюсь, все обойдется. Пойду выпью стакан воды. Я быстро. Не задерживайтесь, профессор. На этот раз ты попалась. Твоим басням и дурак не поверит. Так что советую говорить правду. Ой, как страшно, вся дрожу. Что меня ждет? Смерть на костре или в пасти крокодила? Слушай, Риера, все это очень серьезно. Твоя судьба в твоих руках. Так же, как и ваше. Ты доиграешься. Вполне возможно, что тебя вышвырнут из университета. Синьора, вам лучше? Да. Да, мне лучше, спасибо. Проблемы на работе? Нет. Нет, дело не в этом. Аристелла, ты когда-нибудь поступала против своей воли? По незнанию, от стыда или от страха? Не понимаю, о чем вы. Просто я встретила одну подругу. У нее неприятности с дочерью. Ничего, если я расскажу? Конечно, рассказывайте. Она случайно обнаружила, что дочь провела ночь с мужчиной прямо в ее доме. И, кстати, представь себе, я знала эту девочку с пеленок. В наше время это нормально? Конечно. Но я подумала, вдруг это случится и со мной. Не знаю, как бы я поступила. А ты? Я? Если бы моя дочь в моем доме привела мужчину к себе в спальню, я бы ее выгнала. Я бы научила ее уважать мать. Давай спросим у него, что сделают с Луизой Фернандой. Нет, не надо. Не то и тебя начнут допрашивать. Меня? Я же не видел, как разбивали машину. Но виолончель ты твоя, Густаво. Ну и что? Все знают, что она пропала, а я ее искал. Но ведь именно Луиза Фернандо ее сломала. Если спросят, придется сказать правду. Так что лучше молчать. Вот так. А что делать? Есть предложение? Можешь подежурить на стоянке, пока я буду беседовать с сеньором-директором. Прекрасная мысль. Спасибо. Сходи, позвони родителям. Я уверена, они уже с ума сходят. Сколько, сеньор? Пять тысяч. Что? Так много? Мы и пяти километров не проехали. Что делать? Такая такса. Зачем ты этим занимался? Работал за какие-то жалкие гроши? Не смейся, хоть ты надо мной. Эх, парень, ты очень много потерял. Луиза Фернандо это клад. Я ее не потерял. Просто на нее что-то нашло. Но это пройдет. И мы снова будем вместе. Навсегда. Я в этом не уверена. Слушай, я вырастила Луизу Фернандо. Я научила ее держать слово. Так что, раз она сказала, что все кончено, значит, так и будет. Что, сеньорита, мы так и будем сидеть? Конечно, нет. Вы сказали пять тысяч? Да. Минутку. Странно. Кошелек был здесь. Не может быть. Что случилось? Вспомнила. Я оставила кошелек в своей машине. У тебя есть деньги? Ни гроша, подруга. Я оставила все в машине Мигеля Энрике. Ну что, платить будете? Сеньор, у нас с собой нет денег. Придется за ними сходить? Нет, сначала заплатите мне. Я заплачу вам, сеньор, но на это нужны деньги. Она останется здесь. Подождешь, ладно? Одолжу у кого-нибудь и вернусь. Только недолго. Скоро будет шесть тысяч. Не волнуйтесь, я Мигом. Жди. Сеньорита, у вас такое грустное лицо. Это из-за подруги? Да, конечно. Только из-за нее? Да, Топа, только из-за нее. Знаю. Вы бы хотели, чтобы ваша мать была здесь, да? Мама? Пожалуй. Вам повезло. Не у каждой девушки есть такая современная и все понимающая мама. Вы с ней как сестры. Да. Приятель, пожалуйста, спроси у профессора Алисии, можно войти или нет? Я не могу ждать здесь весь день. Да, конечно, спрошу. Спасибо. Хорошо, что вы вернулись, профессор. Ваша подружка собиралась перейти к пыткам. Прекратила из-за Фернандо. Охранник спрашивает, долго ли ему ждать? Да. Нет. Я не могу тебя с ней оставить. Она ведь способна на все. Профессор Алисия, да у вас просто паранойя. Извините, было неотложное дело. Итак, продолжим? Что здесь творится? Луиза Фернандо дает объяснение по поводу разбитой машины. Ты тоже пришла поддержать Луизу Фернандо? Я? Нет, я по личному делу. Я не знаю, что там происходит. Но мне нужно войти, у меня есть одна улика. Мы должны решить два вопроса. Надо принять в штат профессора Алис Мэнди. С этим проблем не будет. Профессор Алисия все уладит. Да. Спасибо. Поздравляю, Рудольфо. А относительно этой студентки, я могу сказать, что ей нет оправдания. Что это значит, сеньор директор? Ваш поступок по отношению к одному из ведущих сотрудников университета представляет собой серьезное нарушение дисциплины. Какая улика? Так, одна вещь. Выступишь против Луизы? В жизни каждый должен быть честным. Если Луиза Фернандо лжет, пусть платит за это. Где ваша подруга? Не волнуйтесь, сеньор, она вернется и заплатит. Я волнуюсь. Это мой хлеб. Не садись в такси, если нет денег. Такси для богатых. Ерунда. У богатых есть свои машины. Им ни к чему такая развалюха. Только без оскорблений. Поймите, сеньор, она скоро придет и заплатит вам. Что ты здесь делаешь? Игнасио, как дела? Что ты здесь делаешь? Я первый спросил. Ждет, когда ее подруга принесет деньги. У нас с подругой не оказалось денег, а нужно заплатить этому сеньору. Ладно, нет проблем. Сколько? Пять тысяч. Игнасио, мне так неловко. Неловко? Еще бы. Ведь ты оставила меня одного. Очевидно, что она не может здесь оставаться. Рекомендую ее отчислить. Отчислить? Вы согласны, сеньор директор? Что ж, я обязан соблюдать правила сеньорита Луиза Фернандо Риера. Вы больше не являетесь студенткой нашего университета. Отчисление это крайняя мера. Таково решение директора. Я считаю это решение несколько поспешным. Поведение этой студентки непростительно. Вы победили, профессор Алиси. Вы от меня избавились. На карту поставлено ее будущее. Успокойтесь. Я буду молчать про случай в лифте. Что за случай в лифте? Тогда ты ушла даже не попрощавшись. Я тебе не угодил? Нет. Все было отлично. Мне нужно было идти, а ты так сладко спал, что было жаль тебя будить. Это правда? Чистая правда. И потом я знала, что мы еще встретимся. Я говорила, что эта девица учинит новую пакость. Сеньор директор, вы приняли решение, я ему подчиняюсь. А что до случая в лифте, то он не имеет отношения к этому делу. Я пойду? Если вам больше нечего сказать, идите. Нельзя лишать ее возможности учиться. Профессор Ресменди, успокойтесь. Вы только выиграете от этого. Вы не знаете, на что способна эта студентка. Мне жаль, но если она отчислена, тогда я отказываюсь здесь работать. Радольфо, опомнись. Простите, но я не хочу, чтобы моя работа началась с отчисления этой девушки. Я думал, мы никогда не встретимся. не будем говорить никогда. По крайней мере, друг другу. Согласен. Жизнь научила меня, что женщины не всегда правдивы. Как и мужчины. Ты прелесть. Синьор! Мигель Энрике! Вот так сюрприз! Как ваши дела? Отлично. Пойду, заступлюсь за тебя. Не нужно, Алехандро. Я не стану перед ними унижаться. Отлично. Значит, теперь твой отец не выделит мне стипендию. За это не переживай. Ее только что отчислили. Не думала, что они на это пойдут. Да ну. Лучшего повода для твоей любимой профессорши просто не придумать. Ты начала войну. Заткнись, что ты понимаешь. Вы знакомы? Нет. Нет, не знакомы. Странно. Она подруга моей дочери, а ты ее парень. Перестань. Вы с Луизой Фернандой всегда будете вместе. Вы здесь из-за того случая? Да. Хотя я не знаю, в чем дело. Конфликт с преподавателем. Хорошо, что пришли. Дело серьезное. Я полагаю, что можно обойтись без отчисления и не лишать девушку будущего. Возможно. Но я не вижу иного выхода. Я с вами согласна, сеньор. Другого выхода нет. По-моему, профессор Ресменди проявил излишнюю чувствительность. А это ни к чему. очень жаль, что мы с тобой не понимаем друг друга. Сеньор, пойдете прямо, а затем направо и найдете офис профессора Алисии. Я с вами не пойду, у меня дела. Хорошо, спасибо. Я не заблужусь. Верно? Идем. Мне нужно найти подругу, с которой мы ехали в такси, а потом посмотреть ваш университет. Может, вы поможете? Я? Нет, вряд ли. Но ведь вы студент, вам здесь все знакомо. Наверняка вы знаете, что нужно, чтобы сюда поступить. Да, но... Извините, простите. Я вас оставлю. Мне нужно помочь дочери. Отправляйся лучше по своим делам, а потом найдешь нас и все ей расскажешь. Да. Верно, сеньор. Сейчас я побегу по делам, а потом найду вас. Увидимся. Он милый. Да, хороший парень. Просто сегодня он не в духе. Поссорился с моей дочерью. Пойдем. Пойду, попробую тебе помочь. Лицемерка. Ты пойдешь, чтобы меня добить. Я же знаю, что ты влюблена в Мигеле Энрике. Что? Не сочиняй, Луиза Фернандо. Я равнодушна к Мигеле Энрике. Хватит ругаться. Главное, не вылететь из университета. Зла не хватает. Луиза Фернандо, твой отец. Луиза, неужели встречу отложили? Я очень занят, не нужно быть в офисе. Хорошо, что ты пришел, папа. А ты здесь зачем? Я за ней. Я еще не нашла денег. Денег? За такси. Там мы встретились. Не понимаю. Что тут понимать? Простите. Алло. Да. Извини, не знала, что так задержусь. Ничего страшного. Мне нужен Мигеле Энрике. Я с ним так и не поговорила. Кто эта девушка? Впервые ее вижу. Потом расскажу. Из-за нее я рассталась с Мигелем Энрике. Эти снимки спасут Луизу Фернандо. Как же ей их отдать? Ведь там эта девица. Если Луиза видит меня с Бон-Бон, я погиб. Как же быть? Луиза я не могу ждать. У меня очень много дел. Сейчас идем, папа. Я только хочу подготовить тебя к тому, что ты обо мне сейчас услышишь. Да уж, объясни, зачем меня вызывали? Когда уйдет ее отец, пойдем искать Мигеля Энрике. Зачем ждать? Боже! Неужели ты совсем ничего не понимаешь? Ты о чем? Он не должен знать, что я здесь. только из-за Мигеля Энрике. Понятно? Мигелю Энрике уже стоило бы появиться. Ведь снимки у него. Сходил бы за ним. Слушай, может, хватит? Ты все время гоняешь меня туда-сюда. черт побери. Для меня ты ничего не можешь сделать, а я терплю тебя в своем доме, хотя знаю, что это расстроит маму. Браво! Браво! Наконец-то ты сбросила маску. Вот она! Настоящая Алехандра! Ваш кофе, сеньора. Спасибо. Помните, вчера вы рассказывали мне о своей подруге? Я вспомнила один случай. Там все открылось только когда дочь забеременела. забеременела. Пятый месяц. Этого уже не скроешь. Представляете? Какой серьезный разговор. Вот что. Мне нужно поговорить с Агнасио. Он придет или нет? Даже не знаю. Рестелла, будь добра, узнай, когда он появится. Извините. Вижу, что ты хочешь рассказать мне обо всем, но не знаешь, как начать. Густаво! Да, Алехандра, знаю. Прости за беспокойство. В следующий раз ночую в парке. Густаво, зачем ты так? Я просто помогла тебе как другу. Конечно, теперь попрекаешь меня этим. Да, ты провел ночь в моей спальне, и мне стыдно смотреть маме в глаза. И что, Алехандра? Вот что. Я собираюсь сказать маме всю правду, потому что для меня главное быть правдивой. А сейчас я чувствую себя обманщицей. по-моему, Динора, ты слишком долго была одна. После смерти мужа ты посвятила себя работе, дочери, не думала о себе, и в твоей жизни не осталось места для друга. Да. Наверное, это было бегством от себя. Я хочу сказать, что не каждый способен давать советы. Что хорошо одним, не подходит другим. Я не хочу, чтобы Алехандра страдала. Я вовсе не строгая мать, которая не даст дочери вздохнуть. Я прежде всего ее подруга. совершенно верно. И успокойся. Ладно. Обещаю хорошенько обдумать все, что вы мне сейчас сказали. Зачем тебе в это ввязываться? Я знаю правду и не позволю обидеть профессора Алисию. Луиза Фернандо врет. Мириам, только не переживай. Слушай, Игнасио. Отец Луизы Фернандо все уладит. Он разберется с тем профессором. Ты здесь ни при чем. Помоги мне найти Мигеля Эндрике. У меня красивое имя. Вы говорите обо мне? Басилио Манкадо. Здравствуй, старина, как дела? Луиза Фернандо Риера не знал, что она твоя дочь. Никогда бы не подумал. Да-да. Профессор Эрисменди, вчера вечером дочь нас познакомила. Здравствуйте. Добрый день. Так вы уже знакомы? Да, я подвез его домой. Значит, вы были вместе? А что? Что-то не так? постой, Мигель Эндрике, куда ты меня тащишь? Подальше от Луизы. То есть от всего этого. Я пойду к профессору Алисии. Для чего? Нет, пойду я. Мои снимки помогут Луизе Фернанди. У меня тоже есть снимки. На них машина профессора Алисии. Какие снимки? Неужели те, что я потерял? Да, они у меня. И я отдам их Синьоре Алисии. О чем вы? Мириам их нельзя отдавать. А твои можно? Ты свои отдашь? Мириам, я считал тебя своим верным другом. Я верный друг. Но только не тем, кто хочет угодить чьим-то дурацким капризом. Может разберетесь позже? Слушай, Бонбон, помолчи, детка, это очень важно. Поговорим потом, ладно? Идет? Мириам, эти снимки нельзя показывать. Не покажу. Если только ты не покажешь свои. Ладно, ты победила. не будем никому ничего показывать. Довольно? Или не совсем? Раз уж ты заставляешь меня скрывать такую важную улику, единственную улику, можно сказать, ты первый. ножницы. Зачем мне ножницы? Уничтожь снимки. Я уничтожу свои и покончим с этим навсегда. Согласен или нет? Ладно. Я этого не забуду, Мириам. Ты об этом пожалеешь. Мигель. Подожди сейчас. Я думаю, мы можем говорить на чистоту. Игнасио, дело в том, что твоя дочь серьезно обидела этих преподавателей. Как именно? Разбила мою машину и свалила вину на профессора. Ее едва не отчислили, но профессор Эрисменди за нее заступился. Поэтому теперь он ее наставник и сам будет нести ответственность за все проделки твоей дочери. Его нет дома. Я даже не знаю, когда он придет. Хуанита, ты всегда знаешь, где Игнасио. Поверь мне, Динора. Я звонила ему по этой штучке. По мобильному. Все равно. Главное, что никто не отвечает. Эта штуковина все время пишет «Перезвоните». будто мне больше делать нечего. Я пришла не к Игнасио, а к тебе. Сваришь мне кофе? Сколько захочешь, дорогая. Судя по всему, это тебе не помешает. Профессор, спасибо за все, что вы для меня сделали. Надеюсь, он не пожалеет. Хотя кое-кто мне не верит, я смогу оценить то доверие, которое вы мне оказали. Я вас не подведу. Спасибо. Я хочу, чтобы вы знали, теперь вы мой любимый преподаватель в этом университете. Вы свободны, студентка. Мне нужно поговорить с профессором. До свидания. Ей нельзя верить. Где Рудольфо? Мог бы хоть позвонить. Ведь он знает, я не могу ждать. Я сойду с ума. Успокойся, придет как только сможет. Да. Где тебе понять чувство матери? Вдруг он не получит работу? Найдет другую. Ты так спокоен, тебе наплевать. А ты все время решаешь за него. Слушай, Виченцо, Родольфо мой сын. Я его родила, вырастила, воспитала. У меня есть на это право. Право на что? Вертеть им как куклой на веревочке? Мой сын не кукла. Верно, и поэтому он решил освободиться от твоей опеки. Видеть тебя не могу. Пойми меня, любимый. Я понимаю, Алисия, но нельзя же ударяться в крайности, верно? Родольфо, она же разбила мою машину. Хватит, это я уже слышал. Ладно, ты прав. здесь не место для таких разговоров. Вот и хорошо. А с Луизой Фернандой... Не смей о ней говорить. Ни слова. Родольфо, я очень благодарна тебе за то, что ты меня поддержал. пришлось ради работы. Но, дорогой мой, они же не слепые и видят, что ты хороший преподаватель. Знаешь что, теперь я вижу свет в конце тоннеля. не понимаю, о чем ты. А вот о чем. У тебя есть работа, так? Самое время подумать о нас с тобой. Мы могли бы купить дом и жить там вдвоем, чтобы нам никто не мешал. Да. спасибо тебе, старина, за то, что поддержал мою дочь. На самом деле, тебе нужно благодарить профессора Арисменди. Если бы не он, все было бы гораздо хуже. Я еще поговорю с профессором Арисменди. Но тебе спасибо за поддержку. Молодежь сейчас вся с приветом, они сами не знают, чего хотят от жизни. Дело не в этом, Игнасио. Твоя дочь должна научиться уважать преподавателей. Здесь все-таки университет. Да, это просто детские шалости. Говорю как другу, следи за дочерью. Пойми, вторая ошибка может ей дорого обойтись. Меня чуть не отчислили. Я пыталась найти Мигеля Энрике, но не говори мне о нем. Так, что произошло? Он не изменил. Не может быть. Может, я застала его с другой. с девчонкой, которая пришла с папой. Понятно. Подруга Мириам. Так она сказала. И это дешевка. Нет, это Мигель Энрике дешевка. А я все твердила. Он мне всегда будет верен. Дура. Так что же? Все кончено? Кончено. Навсегда. Знать о нем не хочу. Что случилось? Еще одну девушку. Подруга Луизи Фернанды. Снова сбежала. Сбежала? Да. Нет, я просто не так выразился. Большое спасибо. Игнасио всегда не хватало силы воли. Я бы сказала, ему всегда не хватало женщины. Иногда лучше быть одному. одиночество бывает приятным, но в жизни нужно, чтобы кто-то был рядом. У меня есть дочь. Воспитывать ее одной трудное дело. Значит, не стоило одной воспитывать Алекандру? Не знаю, дочка. сейчас все по-другому. Хуанита, я боюсь за нее. Страшно даже подумать, что ее жизнь может не сложиться. Успокойся и забудь обо всем. Ясно? Забудь о ней. Нет. Эта лицемерка заплатит за все. Увидишь. Луиза Фернандо, случай с машиной это уже слишком. Это только цветочки. Алисия Суарес объявила войну. И я поражу ее прямо в сердце. Каким образом? Отобью у нее Радольфа Борис Мэнди Фильм переведен и озвучен компанией Интеркоммуникейшнс 1999 год Мэнди Но Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok